Одна из современных услуг «Голотелекома», которая развивается на территории всей нашей страны. Ей пользуются наши и физические лица, и юридические лица. Активно видеоконтроль развивается сегодня и в системе образования, и в системе здравоохранения, и в системе сельского хозяйства. Мы представляли уже свои преимущества видеоконтроля, те, которые позволяют сегодня экономить средства, безопасность нашей страны, безопасность наших жилищ, безопасность наших граждан. Поэтому эту систему мы развиваем и будем дальше развивать на самом современном инновационном уровне. Наш музей также старается не оставать от онлайн технологий новейших. И на ТИБА мы также представили наш музей, где можно, и показываем посетителям, что можно онлайн, не выходя из дома, и заказать билеты в Национальный производственный музей, также ознакомиться с основными экспозициями, тоже не выходя из дома. Ну и, конечно же, для нас это важно продвижение нашего национального художественного культурного продукта, а тем более это очень престижно на такой выставке, поэтому мы тоже стараемся продвигать свой национальный бренд в художественном музее. Тем более у нас много произведений уникальных в коллекции Национального художественного музея, уникальные выставки проходят, поэтому мы заинтересованы также в использовании новых технологий. В глазах обывателя, там, 80 тысяч человек гражданина, там непонятно, где был телефон, а где была хранительная станция. На самом деле все просто и все достаточно логично, дело в том, что у нас по всей стране достаточно много зданий бывших АТС, которые 30-40 лет назад достаточно были энергоемкие, потребляли большое количество электроэнергии. Сегодня они модернизированы, сегодня стандартная станция на 10 тысяч номеров, это коммуникационный шкаф, который потребляет несравнимо меньше, конечно, электроэнергии, поэтому такой потребности в электроэнергии уже на АТС нет. А между тем подводы остались, то есть запасы по энергоподводам достаточно серьезные. И, в принципе, логично было подумать, пофантазировать на тему, как же вот эту инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, как ее можно использовать, ну, скажем так, на пользу и обществу, и предприятию в целом. Продолжение следует...